Добрый день! Сегодня я начну рассказывать про свою коллекцию шестеренчатых кубов от Lanlan. Их тут целых 10 штук. Вот один, и еще 9 тут. Ну, конечно, здесь нет оригинального классического гиркуба от Lanlan, но у меня есть от Чи. Он, может, где и продается, но в продаже я его уже давно не видел, да и особо не нужен. Есть нормальный. Шестеренчатые кубы. Эта тема интересная. Есть некоторые, которые собираются так же, как классическая модель. Есть какие посложнее, есть какие полегче. Они разных форм и размеров. Все извлекать не буду, буду рассказывать постепенно. Сегодня Gear Megaminx или шестеренчатый Megaminx. Подробное обучающее видео впоследствии по каждой модели, конечно же, я сниму. Сегодня такое обзорное. Ну, сборочку сделаем, конечно. Коробка типичная Lanlan, без опознавательных знаков. Это головки старые. Тогда еще Lanlan ничего не писал на своих коробочках, на что все одинаковые. Размером Megaminx, ну, примерно с обычной трешку, чуть больше, помещается в коробочку. Ну, того же размера, что и Gear Cube от Chia. Чем интересны Gear Cube? Вращаем грань, вращаются еще и центры, и ребра. При этом, кто Gear Cube собирать не умеет, в описании есть подробное обучающее видео. Можете посмотреть. Но, вот другая форма, и уже что-то поменялось. От того же Chia есть разные модели. И одна из них, которая самая сложная, это Crazy Gear Cube или Gear Axis. Так вот, с Megaminx много общего как раз у Crazy. Здесь, помимо основных этапов, требуется еще разворачивать центры. Ну, а здесь не требуется. Есть упрощенный еще Gear Cube, где не надо разворачивать ребра. Это более старые версии. Но здесь нужно ребр разворачивать, здесь нужно, а еще и центры. Посмотрим. Ну, на вид. Обычный ДДК-эдр, как Megaminx. Ну, на деле это Gear Cube 3х3. Давайте сразу его вращать. А, да. Делаем движение. Вращается в средний слой. Ну, и перед тем, как мы все тут перепутали, нужно понять, что такое здесь углы, центры и ребра. Ну, с углами тут разобраться не сложно. Вот крупные трехцветные элементы. Тут два, тут два, тут два и тут два. Они все равносильные, ну, разноцветные, но одинаковые формы. Это уголки. С центрами можно путаться. Кажется, что вот эти круглые элементы должны быть центрами. Но центры это вот эти двухцветные. Тем они интересны, что их разворачивать придется. Вот эти вот кусочки, это ни центры, ни ребра, но разворачиваются вместе с ребрами. То есть, получается, вот эти вот детальки, они к этому ребру как бы относятся. А центры от них перемещаются отдельно. То есть, вот сейчас мы вот этот синий-фиолетовый центр сдвинем, а этот элемент тут остался. Он рядом с ребром ходит и будет ходить и дальше. Вращается гирмегамикс неплохо. Надо лишь совмещать эти центральные элементы в одну линию, чтобы вращение происходило. Ну и вращение по сравнению с обычным кубиком 3х3 происходит исключительно на 180 градусов. То есть, на 90 нельзя. Возьмем трешку на 90 и дальше можно вращать. Здесь же, если сделаем на 90, то дальше вращение блокируется. Но на мегамиксе не очень понятно. На трешке покажу. То есть, вот обычный ход. Дальше вращать нельзя. А если сделаем двойной, то дальше вращать можно. То же самое на мегамиксе. Перемешиваем. Меняется форма. Все тут выпирает. И здесь есть похожие цвета. Вот есть голубой, а тот и синий. И они разные. Есть темно-фиолетовый, есть светово-фиолетовый. Ну, 12 цветов. Все по паре. Но синий похожи, конечно, максимально. Так. Вот так вот не крутится. Хоть кажется. Вот три кругляшка в ряд. Но нужно между ними центр поставить. Тогда будет вращаться. Тогда будет вращаться. Ну, как-то так. Давайте заодно перемешаем и обычный гиркуб. И параллельно их соберем. Чтобы было понятно хотя бы, что происходит. Вот они такие. Для начала нужно собрать уголки. Соберем здесь. Какие-нибудь. Ну, здесь кажется, что все красные. Но надо, чтобы они более похожи были. Так. Белый, красный, синий. Это только красный, синий. Вот так вот. Два поставили. Ну, и ищем еще два красных. Ну, вот они. Остальные, ну, часто уже сами собираются. Надо только довернуть центры. Вот. Уголки собраны. Здесь два центра всегда будут стоять на местах. Ну, а эти нужно просто довернуть. Вращаем. Пока не встанет. И углы на место. И центры. Ну, и здесь. Также. Берем уголки. Ищем похожие. Вот эти все абсолютно разные. Где-нибудь рядом похожие есть? Нет. Давайте поставим. Вот тут два голубых цвета совпали. Эти мы пока не можем как-то соотнести. Хотя вот по этому ребру понятно, что серый и оранжевый должны быть рядом. Ну, лучше к ним сюда поставить еще какой-то серый. Серый и оранжевый элементы. И тогда уже удостовериться. Просто так покрутим. Ничего нет. Поищем где-то. А, ну вот они. Все. Немножко повернем. И вот так вот рядышком поставим. Я пару раз собрал уже Megabings. Иногда у него вот эти вот центры влетают. Имейте в виду. Покупались они очень давно. Постепенно я собирал все 10. Поэтому, где конкретно какой купил, я не скажу. Но кажется, все на Алиэкспресс были куплены. А может и нет. Не помню. Вот мы собрали 4 уголка. Картинка похожая. То есть тут два цвета. Тут два цвета. Тут два цвета. И тут два цвета. Остается довернуть. Вот тут зеленый и зеленый не совпадают. А вот так совпадают. Ну и теперь нужно, чтобы совпадали и центры. Вот у нас фиолетовый. Вот синий. Синий, фиолетовый. Совпадает, но развернут. Развернуты это допустимо. А здесь хорошо. 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 Ну видимо все совпадать будут. Да. Но если бы не совпадали. К примеру, вот так. Два стояли бы обязательно. Остальные нужно докрутить. Так. И вот у нас зелено-розовый между розовым и зеленым углами. Ну давайте дальше. Пока центры углы собраны. Вернемся к кубику. Что здесь? Ну нужно перемещать ребра. А вот эти вот неплохо поменять местами. Вот эти останутся на месте. Давайте начнем с чего-то. Вот эти поменяем. Меняются вот эти. И вот так по диагонали еще меняются. Алгоритму. Р4-у2. Р4-у2. Вот что-то встало на места. Но понятно, что не все. Так. Вот этот пояс собран. Берем его на среднюю грань. И нужно вот эти поменять. Эти если поменяем, будет нехорошо. Перехват. А эти нормально. То есть меняется вот так. И вот так по диагонали. Ну нижний тоже. Делаем опять. Р4-у2. Р4-у2. Ну и вроде все на местах. Можно довернуть. Просто вращаем, пока не встанут. Встали. Ну можно еще просчитывать. Вот если сюда быстрее встановится. То лучше на себя вращать. Да. Ну и на этом обычный гиркуб собирается. Сделаем это и здесь. Так. Вот у нас какие-то уголки. Какие-то центры. Смотрим. Вот красный и зеленый. Было бы неплохо местами поменять. Здесь что-то вот пока непонятно. Давайте с этого начнем. На месте никто не стоит. Поменяем их. Дальше разберемся. Берем центр один сверху, другой перед собой. Делаем R4-у2. R4 у нас произойдет тогда, когда этот центр станет сюда. И еще один станет сюда. То есть вот так вот это R2. А так вот это R4. Но U2, вот это должен перейти сюда. Вот так. Ну и повторить надо. R4-у2. Смотрим, что получилось. Красный и зеленый стоят хорошо, хоть и криво. Тут два тоже. Но остальные надо переставлять. Берем правильные между передней и задней гранями. Вот эти зеленые, зеленые, красные, розовые. И переставляем остальные. Если вот эти поменять, будет не очень. Перехват. Вот эти будет нормально. Ну, когда одного раза хватает, когда двух. Алгоритм один и тот же. Просто несколько раз можно применять. Вот эти два меняются. Значит хорошо. Делаем R4-у2. R4-у2. Так. На местах. Все на местах. Ну, а теперь вот эти кривые кругляшки. Это кривые ребра. Их можно поставить на место, просто повращав. Вращаем до тех пор, пока не вернутся на место. Так. Стало ровно, ровно, ровно. Неровно. Но они ровно, значит, по другой оси. Будем их крутить. Наверное. Да. Раз, два, три, четыре. Они так незаметно выпирают, но выпирают. Видно, может, сбоку. Вращаем. Непонятно в какую сторону, поэтому произвольно кручу. Либо за четыре оборота, либо за восемь встанут. Ну, за четыре не встало. Делаем еще четыре. Так. Ну и хорошо. Все ребра на местах. И осталось у нас разворачивать центры. Ну, здесь, кстати, удобная ситуация. Разворачиваются сразу все. Да, и мы видим, что у нас одно вот это ребрышко стоит криво. Но это, видимо, уже перескочило. То есть одно криво стоять не может. Его, наверное, только механически придется поправить. Видимо, я был с мегаминксом шатеренчатым. Немного груб. Как оно должно стоять? Длинный. Должен туда. То есть три коротких сюда, три длинных сюда. Чуть не довернулось. Но я сейчас ломать на камеру не буду. Потом переставлю. Чтобы развернуть все центры, все центры, можно делать нехитрый алгоритм. Покажу на обычном кубике. R2, U2, R2' U2. И нужно еще два раза повторить. R2, U2, R2' U2. Важно. Первый R от себя. U2 по часовой. Второй R на себя. И по часовой. То, что на кубике двойное движение сюда и сюда не важно. На шатеренчатом R2 и R2' это разные движения. Видим, что здесь ничего не поменялось. Но на самом деле развернули шесть центров. Есть еще алгоритмы, разворачивающие четыре центра. Причем все боковые верхние и нижние остаются на месте. Остальные четыре разворачиваются. И можно решать, когда у вас два неправильно развернутые. И четыре. Если четыре, то берем как есть и решаем. А если два, то разворачиваем все остальные. И потом разворачиваем все шесть. Горит на такой R2, B2, R2' U2. R2, повторяем, B2, R2' U2. Ну, после, правда, нужно еще немножко покрутить, чтобы стало все на свои места. Но при этом разворачиваются центры. Тут ничего не поменялось, но центры четыре штуки развернулись. Ну, сделаем. И здесь один из алгоритмов. Нужно развернуть все шесть. Поэтому тут без движения B все попроще. Один сверху, другой спереди. R2, U2. R2' U2. Повторяем. R2, U2. R2' U2. R2, U2. И вот все центры развернулись. Ну, кроме одного кривого ребра, с которым надо будет отдельно поговорить. Ни один центр не выпал. Это уже хорошо. Вот такой вот гир-мегаминс. Вращать его, кстати, поудобнее, чем гир-аксис. Но собираются они одинаково. Обучающее видео по крэйзи-геру тоже на канале есть. Там целый час я рассмотрю все случаи. Там подробно рассказано все, о чем я говорил сейчас. Ну, для мегаминса, конечно, сделаю когда-нибудь отдельно. В принципе, для разнообразия очень даже неплохо. Если вот элементик один криво встал, ну, потом починю. Вот такой вот гир-мегаминс шестеренчатый куб. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok